Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча. Предлагаю такой порядок проведения встречи. Первый вопрос о социальной направленности деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан. Докладчик начальника отдела социальной защиты населения района Рязанский льго-восточного административного округа Грачева Надежда Александровна. Добрый вечер, жители Некрасовки. Я начальника отдела социальной защиты населения Рязанского района. Наш отдел обслуживает два района, это Рязанский и Некрасовок. Отдел социальной защиты населения района Рязанский и Юго-Восточного административного округа обеспечивает пределы своей компетенции и функции по реализации государственной политики в сфере социальной защиты граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми. Отдел предоставляет 90 видов государственных услуг гражданам, проживающим на территории Рязанского района и района Некрасовки. Одним из приоритетных направлений в деятельности отдела являются наличие и назначение предоставления социальных выплат, пособий, доплат и других выплат в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, предоставление санаторно-курортного лечения, возмещение расходов к проезду к месту лечения и обратно, а также решение вопросов по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей, а также в сфере опеки, попечительства и патронажа. В отдельном учете состоит более 45 тысяч населения, это районы Некрасовка и Рязанский. Около 40 тысяч населения получают различные виды выплаты. По району Некрасовка выплаты получают 11 328 человек. Наиболее распространенные государственные услуги, которые оказывает наш отдел, это региональная социальная доплата. Она назначается неработающим гражданам, пенсия которых не превышает для жителей города Москвы, которые прописаны свыше 10 лет, 17 500, для жителей города Москвы, которые не имеют регистрацию по месту жительства, а имеют регистрацию по месту пребывания или прописаны в городе Москве менее 10 лет. Это до прожиточного минимума пенсионера. В этом году он устанавливает 11 816 рублей. Для назначения региональной социальной доплаты требуется подать заявление либо в МФЦ, это Центр предоставления государственных услуг, либо можно подать заявление через портал государственных услуг, который находится на сайте мост.ру. Для назначения данных видов требуется трудовая книжка, справка о том, что назначена пенсия, потому что это только пенсионерам, а также реквизиты счета, на которые требуется выплачивать потом региональную социальную доплату. Санаторно-курортное лечение предоставляется федеральным льготным категориям граждан, не отказавшимся в пенсионном фонде от набора социальных услуг в части предоставления санаторно-курортного лечения. Это являются инвалиды, дети инвалиды, участники ликвидации Чернобыльской аварии, инвалиды войны, участники войны, а также региональным льготным категориям, к которым относятся неработающие граждане, ветераны труда, реабилитированные лица, труженики тыла и другие отдельные категории. Для предоставления данной услуги необходимо обратиться либо в Центр государственных услуг МФЦ, либо можно через портал государственных услуг. Для данной услуги необходимо получить от врача справочку формы 70У, а также необходим паспорт, в отдельных случаях трудовая книжка и справка из Пенсионного фонда о том же, от каких набор социальных услуг предоставляется Пенсионным фондом. В случае предоставления путевки в среднюю полосу в Черноморское побережье либо Черноморское побережье Крыма, также предоставляется возмещение расходов на проезд международным транспортом к месту лечения обратно. Для инвалидов и инвалидов детей предоставляются талоны на бесплатный проезд к месту лечения обратно. Очередность для получения санаторно-курортного лечения формируется в соответствии с рекомендациями врача, которые указаны в справочке формы 70У по сезону и по заболеванию. Если врач указал в справке 70У все регионы, это у нас 4 регионы, это Подмосковье, Средняя полоса, Черноморское побережье и Кавказский, Северный Кавказ, плюс все регионы, то у человека получается 16 очередей. В 2017 году отдел выдал 1525 путевок, из них 369, это жителям района Некрасовка. В этом году с 1 января по 30 августа уже было выдано 1917 путевок, из них 581 путевка для жителей района Некрасовка. В целях проведения целенаправленной и адресной политики государства по усилению поддержки семей с детьми и увеличению демографического роста правительством Российской Федерации и правительством Москвы установлены различные меры социальной поддержки семей для детей. Одним из видов мер социальной поддержки являются денежные выплаты семей для детей. Денежные выплаты у нас подразделяются на единовременные выплаты, ежегодные и ежемесячные выплаты. С 1 января 2018 года по решению правительства Российской Федерации введена новая выплата, это в связи с рождением, усыновлением первого ребенка. В Москве она устанавливается в случае, если доход на члена семьи не превышает 28 113 рублей, и ежемесячный размер данной выплаты составляет 14 252 рубля. Заявления и документы подаются в Центр государственных услуг МФЦ. Единовременные выплаты при рождении ребенка это единовременная компенсационная выплата возмещения расходов в связи с рождением и усыновлением ребенка на первого 5500, на второго ребенка 14500. Предоставляется эта услуга для жителей города Москвы, которые имеют регистрацию по месту жительства. И дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка в молодой семье. На первого ребенка предоставляется сумма 82 130, на второго ребенка 114 932 рубля, на третьего ребенка 164 260 рублей. Данная услуга предоставляется, если оба родителя в многодетной семье не достигли 30 лет, либо единственный родитель не достиг 30 лет. Многодетным семьям, для справки, в районе Некрасовка проживает у нас 911 семей, в них воспитывается 2563 ребенка. Для многодетных семей предоставляются различные выплаты ежемесячные. Это компенсация за жилищно-коммунальные услуги в размере 1044, это компенсация за телефон 250 рублей, и компенсация в связи с ростом стоимости жизни на каждого ребенка до 18 лет, 1200 на каждого ребенка. Если в семье трое детей несовершеннолетних, то это сумма 3600. Также многодетным семьям, где воспитываются дети до 3 лет, представляется компенсация за питание 675 рублей. Многодетным семьям также предоставляется компенсация за школьную форму. Это ежегодная выплата. В прошлом году эта выплата была 5000, в этом году эта выплата 10 тысяч. Малообеспеченные семьи назначаются и выплачиваются ежемесячные пособия на ребенка. С 1 января 2018 года размеры ежемесячные пособия были увеличены. В семье, где воспитываются дети от 0 до 3 лет, 10 тысяч, от 3 лет до 18 тысяч, 4 тысячи. В семье, где воспитывают детей одинокие мамы, это которые одинокими не разведены, либо папа установлен, а именно одинокие мамы. Значит, им назначается пособие от 0 до 3, 15 тысяч, а с 3 лет до 6 тысяч, ой, до 12 лет 6 тысяч. Ежемесячные пособия на ребенка предоставляются на детей до 18 лет. Малообеспеченным семьям, уровень имущественной обеспеченности, который не превышает уровень имущественной обеспеченности, установленный правительством Москвы, а также, если среднемесячный доход семьи, также не превышает установленную норму. На сегодняшний день средний доход это 16 426 рублей. За данной услугой можно обратиться в Центр государственных услуг МФЦ, а также можно подать заявление через портал госуслуг. С 1 января 2018 года введена также новая выплата правительством Москвы. Это компенсация за школьную форму семьям, воспитывающих ребенка-инвалида. В этом году эта компенсация составила 10 тысяч. Также семьям, воспитывающих детей-инвалидов, предоставляется ежемесячное пособие до исполнения ребенком 3 года. Это на питание 675 тысяч. А также одному, единственному родителю, либо родителям из многодетной семьи, либо родителям из полной семьи, если один из родителей не работает, назначается компенсация по уходу за ребенком-инвалидом в размере 12 тысяч. Это с 1 января 2018 года. До 1 января была выплата в размере 6 тысяч. Также отдел предоставляет другие виды пособий на детей. ИКВ неработающим родителям, имеющим детей, имеющим инвалидность первой и второй группы, и не работают. Значит, ИКВ составляет в размере 12 тысяч. В прошлом году этот размер составлял 6 тысяч. Неработающему родителю, осуществляющему уход за ребенком до полутора лет, на первого ребенка это 3100, на второго ребенка это 6300 рублей. Это федеральная выплата. Мамы уволены в связи с ликвидацией организации. Опекуны у нас получают различные виды выплаты. Это денежное содержание на содержание детей, а также компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Семьи, которые приняли детей в приемную семью, с которым заключены договоры, им выплачивается денежное содержание на детей, а также выплачивается зарплата в зависимости от каждого ребенка, которого они взяли в семью. А также им возмещается компенсация за жилищно-коммунальные услуги в твердом размере, и потом в зависимости от того, разница между тем, что они оплатили, и тем, что им положено на этих детей. Также гражданам, установившим ребенка на территории города Москвы, выплачивается единовременная выплата, и выплачиваются ежемесячные выплаты, если ребенок проживает на территории Москвы вместе с усыновителем. Есть у нас вопросы? Пожалуйста, вот такой вопрос. Вы назвали чьи региона, куда выделяется пучок, да? А вот вы сможете по телевизору? Владимир Владимирович отдыхает в таких районах красивых, и перейти идут, за Байкалье, Дальний Восток. Рассматривается ли вопрос, чтобы туда тоже можно было ехать? Весь вопрос в том, что данные регионы установлены Министерством здравоохранения. Это не мы сами выбираем. Министерство здравоохранения установило те районы, где может проходить санаторно-курортное лечение. За Уралом у нас тоже есть. У нас в Пенизовскую область предоставляются путевки, где есть соляные пещеры. Это в основном для тех, у кого заболевания в органах дыхания. Значит, можно будет, да? Ну, в Забайкале у нас точно нет? Ну, поближе. Ну, средняя полоса у нас есть и за Урал. Спасибо. Пожалуйста. Есть и в Солнечногорске, это тоже в Калининграде. Тоже для органов дыхания в основном это. Вы назвали Юг, Подмосковье и Юг, и все. Черноморское побережье. Да, Черноморское. Черноморское побережье, Крым и Каркас. А в Калининграде разве нет? Это средняя полоса, считается. Да. Еще вопросы? А вы проводите беседниками, ректорами проверочной компании ольготы, которые они имеют право предоставить. К примеру, я Чернобыль. У меня была льгота Чернобыльская. У меня проверочная компания на стороне порядка. И просто по телефонному звонку взяла ее сняла. Я полгода пишу, что у меня будет постановление. По постановлению я делаю перерасчет с марта 2018 года. Ольготу мне насчитывается в сентябре 2017. Пишу письма. Они пишут, что обратите в центр занятий населения. У меня есть ответ от департамента ЖКХ. Что мне положили льготы. Они снова пишут. Я ставлю снова документы. Вы проводите такую работу с директорами проверочной компании? Данную льготу, как в Арпатье, оказывается, не мы. Я понимаю. Так они мне знаете, что сделали? Они мне дали ответ. Обратите в центр социальной защиты населения. Чтобы оно вам дало. Вам представление льготу. Мы выдаем удостоверение для предоставления льгот. У вас оно есть удостоверение. Но вы встречаетесь в своем... Согласны. Мы с ними не встречаемся. Если они нам запрос делают, мы им отвечаем. Как же с ним бороться? Смотрите. Они сначала... Вы можете к нам обратиться на прием. У нас в четвертом году. Я восстаю уже на очереди. Получил к нам в соответствии. Просто. Мне был расставлен ответский портал. ЖКХ, что мне подошли. Я отправил в продающую компанию. Они мне за один период пересчитались в другую. Продающую компанию. Восток июниор. Вот в скобочках в ПИКомфорт. Они мне пересчитались в марта месяца. Я им пишу. Я делаю перерасчет с сентября 17-го года. Они мне пишут уже второй раз. Немножечко не по адресу вопрос. Нет. Они мне пишут уже второй раз. Обратитесь в центр социальной защиты населения. Второй раз пишут один и тот же ответ. Хотя вам это письмо было отправлено. И это письмо было переранаправлено на ЖКХ. Вот как вопрос решать? Я сейчас приду и скажу. А центр социальной защиты этим вопросом не занимается. Мы не производим. Опять же, Ликотина. Это именно управляющая компания на основании вашего удостоверения. Удостоверение вам выдано. Они же отписывают, что обратитесь к вам. Вы можете к нам подойти. Какой вопрос к нам? Это что обратить? У вас удостоверение есть. Я не знаю. Вы можете в управляющую компанию обратиться и сказать, по какому вопросу вы должны обратиться именно в отдел соцзащиты. Если мы льготы по кварплате не предоставляем, мы вам счета не предоставляем. Счета же вам предоставляет ваша управляющая компания. Удостоверение у них ваше есть на льготы. И они вам должны делать. Известно, что вы не занимаетесь на основании льгот. Они же пишут эти письма. И ни одному, ни, наверное, скорее всего. А всем, чтобы отписаться. Вы можете обратиться к нам с тем письмом, которое вам написала управляющая компания. И мы им напишем письмо, что мы не предоставляем льготы по кварплате. В данном конкретном случае, я думаю, что мы именно ваше обращение рассмотрим совместно с вашей управляющей компанией на уровне управы района. И на самом деле безобразие полное. Потому что если у вас эта льгота есть, они обязаны вам сделать перерасчет с момента возникновения льготы. Так как вы предоставляли этот документ им вовремя. Правильно? Самое интересное, мы его начислили. А потом отменили. Иднили. Ну вот я говорю, давайте мы с вами в индивидуальном порядке. Владимир Александрович, мы сейчас оформим записочку от вашего имени. И разберемся в рабочем порядке. Выдавим их с вашим приглашением. Я думаю, что мы решили этот вопрос положительным. Еще какие вопросы есть? Докладчику. Нет, спасибо большое. Надежда Александровна очень подробно нам все изложила про все наши выплаты. Давайте мы сейчас послушаем Буланову Ирину Викторовну о работе филиала Центра социальной помощи семье и детям в гармонии в районе Некрасовка. Это психолог нашего Центра. А дополнительно я вот пока вот Ирина Викторовна поднимается, хочу рассказать, что у нас в зале присутствуют представители Центра организации дорожного движения. Вы пока осмыслите эту информацию. Если вдруг у кого-то возникнут вопросы, то вы сможете эти вопросы задать. Мы представляем Центр помощи семье и детям в гармонии. Находимся мы на 1-й вольской доме, 12 корпус 1. Мы представляем Центр помощи семье и детям в гармонии, который находится на улице 1-я вольская, дом 12, корпус 1. Наш Центр оказывает помощь семьям различных категорий. Центр работает по следующим направлениям. Оказание семьям, находящимся в трудно-жизненной ситуации, социальной, юридической и психологической помощи. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства или безнадзорности несовершеннолетних, защита их прав. Осуществление социального патроната и социального сопровождения семей, попавших в трудно-жизненную ситуацию. Проведение мероприятий по социальной реабилитации несовершеннолетних из семей, попавших в трудно-жизненную ситуацию, в том числе детей с ограниченными возможностями. На обслуживание в Центр приглашаются семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, неполные семьи, малообеспеченные семьи, семьи, попавшие в трудно-жизненную ситуацию. Как правило, они направляются к нам в муниципалитетах, образовательными учреждениями и комиссии по делам несовершеннолетних. На учете нашей организации стоит множество семей перечисленных категорий, самое многочисленное из которых это одинокие семьи, а также неполные. Тем не менее, хочется отметить большое количество многодетных семей. И в настоящее время наблюдается тенденция увеличения количества многодетных семей в нашем районе. В Центре помощи «Медгармония» существует два отдела. Отдел социальной диагностики и отдел профилактики на семейного неблагополучия. Отдел социальной диагностики осуществляет прием и консультацию граждан, постановку на учет и обслуживание в Центре. Оказание единовременной помощи в виде предоставления электронных сертификатов, продуктовых наборов, одежды, обуви, а также товаров длительного пользования. Таких как телевизоры, холодильники, ноутбуки. С 1 июня 2018 года было выдано 348 единиц товаров длительного пользования, 1383 продовольственных сертификатов и 1054 пищевых сертификатов. Отдел ранней профилактики социального неблагополучия оказывает различные виды социальной помощи и поддержки семьям и детям. Проводит индивидуальные профилактические работы с семьей и без детьми. А также выявляет семейное неблагополучие. Работа отдела осуществляется на основании регламента межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьей, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Действует на основании федерального закона номер 442 об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации. Семейное неблагополучие – это комплекс обстоятельств, сложившихся в семье и имеющих детей, исследованием которых является создание обстановки, предоставляющей угрозу жизни и для здоровья детей, препятствующей их нормальному воспитанию и развитию. Что исследуется для определения неблагополучия? В первую очередь исследуются материально-бытовые условия, эмоционально-нравственный климат, режим дня ребенка в семье, методы и приемы воздействия взрослых на детей, семейный досуг и уровень педагогической грамотности родителей. При этом важно учитывать эмоциональный микроклимат семьи, тип родительского поведения, психологический образ родителей, педагогическая компетентность или некомпетентность родителей, уровень психического развития ребенка. Специалисты обращают в первую очередь внимание на то, как одет ребенок, как родители общаются с ребенком, как родители взаимодействуют с образовательными учреждениями, что волнует родителей. Ситуации, требующие вмешательства специалистов. Присутствие на улице детей без взрослых. Употребление родителями спиртных напитков в присутствии детей. Игнорирование нужд детей, таких как в первую очередь питание и одежда по сезону. Жестокое обращение с ребенком, представляющее опасность для его физического и психологического здоровья. Работой по выявлению социального неблагополучия занимается помимо отделов ранней профилактики, также служба индивидуальной профилактической работы. Осуществляются профилактические беседы, выходы в семьи, компенсация специалистов, направленные на повышение уровня правовой и психологической грамотности родителей, воспитания ответственного родителя. Служба индивидуальной профилактической работы осуществляет похожие функции. На сегодняшний день в службе состоит 34 семьи, в которых воспитывается 75 детей. Специалисты службы оказывают содействие в юридической, социальной, психологической помощи и трудоустройстве. Также проводится пропаганда здорового образа жизни. Также служба проводит тренинги для родителей, направленные на повышение родительской компетенции, развитие навыков успешного взаимодействия с детьми. Проводят семинары о возрастных особенностях детей и воспитании ответственного родителя. Наша организация проводит совместные занятия с детьми и родителями в случае нарушения поведения, нарушения общения и нарушения развития ребенка. В нашей службе работают психологи, которые осуществляют индивидуальные консультации и тренинги с детьми. У нас проводится микротерапия, песочная терапия. Помимо прочего, у нас есть группа раннего развития, в которую входят дети, не достигшие школьного возраста. Есть также группа под названием «Воспитываем с радостью», занятия которой посещают дети вместе с родителями. Коллеги, есть вопросы к докладчику? Нет. Да? Давайте, Валерий Фёдорович. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Микрофончик. Меня зовут Юрий Ильдовов. Дирекция организации с здоровым движением, готов высушить, принять предложение о ваших замечаниях. Я сейчас, одну секундочку, прервусь, потому что в соцсетях буквально вчера обратились жители, что очень хорошо было бы на встрече увидеть представителя Центра организации дорожного движения. Честно говоря, мы не ожидали, что вы так оперативно откликнетесь на нашу просьбу. Спасибо огромное. Но, к сожалению, я так понимаю, те жители, которые планировали прийти на эту встречу, я сказала, что вряд ли случится этот факт, и они не подошли. Но Валерий Федорович, я думаю, сейчас нам свой вопрос задаст. Мой вопрос какой? Я обратился к господину Дегтярёву с просьбой, чтобы сделать переход. Значит, как мне он сказал, что направили в ваш департамент или какой-то, что должна приехать комиссия, но она выезжает только там, и это уже прошло почти год. Как у вас вообще служба работает? Самый лучший вариант, самый лучший вариант, это просто вам для будущего, может быть, так принять, и вам будет интересно. Если возник вопрос, надо выезжать прямо на место, переговорить. Совместно составили бумагу, кто заявлял, вы как представители составили и разошлись. Валерий Федорович, я, наверное, все-таки в защиту службы скажу, что выезжать к каждому заявлению жителей, наверное, не получится, да? Я думаю, теперь это у нас не просто жители. Это другой вопрос, это был депутатский запрос, да? Ну давайте мы конкретный, конкретный, конкретный вопрос про конкретный переход, да. Саша, разрешение, я бы так сказал, а потом конкретный к вашему адресу, мы перейдем вообще... Мы можем даже подойти, чтобы вы тут смотрели, здесь не любили. Не вопрос. После встречи сходим. Вообще, когда наступает обращение граждан, заявителей, мы рассматриваем их сначала, у себя сидеть в кабинете, да, без выезда на место, используя различные там средства, видеокамеры, панорамы, ну и так далее, информацию, которая у нас есть в принципе в центре организации здорового убежения. Если мы видим, что пешеходный переход действительно имеет траву на жизнь, то мы эту информацию направляем на комиссию безопасности дорожного движения, в префектуру Южного Азербайджа, Юго-Азербайджа, Аттеновка. Там мы совместно с управой, с префектурой, с ГИБДД, с Монгольфранцем и другими городскими службами, которые принимают участие в организации дорожного движения у нас в городе, принимаем совместное решение. Если нам требуется коллегиальный выезд, мы обязательно его осуществляем. Но опять же, все это происходит так быстро, как хотелось бы, из-за того, что в реализации данного мероприятия участвуют несколько структур, такие как КПУ авторами дороги города, которые наносят разметку у нас в Москве, управы района, ну, в лице жилищика, которые делают понижение портового камня, подходы, чтобы маломобильным группам граждан было удобно поступать на проезжую часть. И заканчивается ОТ, которая ставит знаки, то есть, то есть, что мы. Здесь завязаны, да, три структуры. И, наверное, из-за этого немножко сроки растягиваются. Может быть, не совсем безосновательно. Нет, все будет по-разному. Пешеходный переход может появиться и за один день, а может появиться и за год, то есть, в зависимости от слоя. Может быть, пешеходный переход, который будет регулируемый, и вместе с ним нужно построить светофор. Чтобы запланировать постройку светофора, это нужно разработать проект, посмотреть, что у вас под землей проходит. Может быть, кабеляк какие-то очень важные, там, телефонная связь, провод, ну, заканчивая любым другим, другой интернет-сетью. Поэтому все зависит от конкретного случая. Вот давайте после встречи мы готовы с вами пройтись, посмотреть, что мы обязательно напишем. Мы просто, честно говоря, не знаем, кто уходит из Серега. Валерий Петрович, я могу объяснить. Мы с вами встречались весной. Во-первых, не год прошел, да? А с весной был. Второй, комиссия до сих пор не приехала. Не только пешеходный переход ждет, да, комиссия. Вот, Павел Степанович скажет, что вот комиссия должна вот-вот, как говорится, мы ее ждем приехать. То есть не только этот пешеходный переход будет рассматриваться по району, много очень заявок, пешеходный переход дополнительно. Комиссия при этом будет все эти заявки рассматривать в поле. Комиссии еще до сих пор не будет. Все запросы отправятся. Ну, давайте мы все-таки, чтобы вопрос Валерий Федорович был взят на контроль, да, мы сейчас все-таки, раз уж представители здесь, пройдемся, прогуляемся, посмотрим целесообразность и возможность, да, вынесем этот вопрос повторно на заседание комиссии, пожалуйста, Павелыч, да, и возьмем это на контроль, исполнение решения комиссии, если таковое решение будет. Договорились? Договорились. А можно еще вопрос? Давайте еще один вопрос. Мы сейчас находимся в этой школе, да, а перехода между школой и местами, там у нас лесопарковая палоса, да, нету до сих пор, и даже не обозначено, что тут переход, просто полицейский лежит, где так и все. Вот это как ситуация, она давно, и вот этот у нас проезд, он никак не обозначается, да, между первой и второй вольсич. Ни названия у него нету, сихийный, да, может быть его назвать через кого-нибудь погибших там. Как называется этот проезд? Проектируемый проезд? У нас тут несколько металлов. Да, проектируемый. На сегодняшний день у нас действительно в районе Некрасовка большое количество проектируемых проездов, под номерами, и депутатский корпус уже говорили и рассматривали этот вопрос, чтобы все-таки обозначить эти проектируемые проезды названиями достойных людей, да, и этот вопрос уже поднимался и доносился на суд, собственно, жителей, да, и предложения от жителей тоже уже поступали, каким образом, как назвать тот или иной проектируемый проезд. В данном случае распроектируемый проезд есть, да, то есть это дорога, соответственно, вы абсолютно правы, нужно рассмотреть вопрос организации пешеходного перехода, потому что близлежащая школа, она говорит о том, что дети туда идут, и бешеходный переход там действительно необходим. Я могу еще вам доложить о том, что у нас идут раскопки вблизи данного здания школы, в МАЭКО осуществляется прокладка, да, всяческих коммуникаций. Договорились мы с МАЭКО, что они все-таки дорогу, вот, ближайшую к школе, освободят, и не будут по ней крупные габаритные транспортные средства передвигаться, я сейчас в адрес школы говорю, да, и все заезды у нас будут осуществляться со стороны Угольской улицы. А потом, после окончания работ, все богостроительные работы будут выполнены в полном объеме. А по поводу этого пешеходного перехода, тогда тоже, сейчас вот мы выйдем заодно и посмотрим. Житель, значит, насчет этого перехода, я обратился в управу и получил ответ от Владимира Санченко. Сто процентов. Значит, там установлены все знаки, все правильно по всем пунктам, так что... Ну, мы сейчас выйдем и посмотрим, да, если все знаки есть, значит, значит, есть. Хорошо, вы думаете, да. У нас везде весят знаки грузовое движение пенекраски запрещено, однако грузовые машины ездят постоянно. Нет, центр организации дорожного движения как раз знаки устанавливают. А контролирует ГИБДД. Стряхнуть немножко, они иногда приезжают только что-то совсем с другой стороны. Здесь предложены периодически, пожалуйста, если есть вопрос, все эти обращения в ГИБДД направляем. Павел Степанович подсказывает мне правильно, что если у нас обращение от жителей такого рода есть, они, в принципе, есть и по второй ГИБДД, и по нашему 83-му проезду, и по первой ГИБДД пишут люди, что действительно большое количество грузового транспорта проходит через наш район. Мы пишем в ГИБДД, и они устраивают эти рейды. Нет у нас больше вопросов в центр организации дорожного движения? Спасибо вам большое за то, что вы посетили нашу встречу. У нас поступило три обращения, которые мы все берем на контроль. Первое обращение Столярова Ольга Павловна, Некрасовская, 7. Просим от имени жителей подъезда 5 и 6 представить архитектурный план территории нашего дома в связи с тем, что в настоящее время строится, по сути, второй мусоросборник. Значит, план дома мы предоставим, Лариса Вячеславовна, как жителям дома номер 7 по кадастровый план и с разъяснениями с выходом на место. Договорились? Договорились. Дальше обращение. Кривоносов Алексей Федорович, это вы, да? Значит, прошу разъяснить, на каком основании по адресу недорога 18 проживают люди в нежилом помещении. Значит, с выходом на место мы проверим эту информацию, привлечем наши органы внутренних дел к нашему обходу и проверим, посмотрим, на каком основании и что это за помещение. Договорились? У нас ОДС и в нем проживают. Да, и люди восток-линии, которые убирают. Принимается информация, разберемся, письменно подготовим вам ответ. И по поводу вмешиваться в выборы управляющей компании собственниками, никоим образом администрация района вмешиваться не может. Если вы собрали собрание собственников и у вас на руках протокол, значит, в соответствии с действующим законодательством протокол подлежит регистрации в жилищной инспекции управляющей компании. Поэтому, как только будет решение распоряжения жилищной инспекции о смене управляющей компании, мы просто принимаем это и все. Это ваше право выбрать управляющую компанию. Я буду сразу же еще разговаривать. Вот такого мы отдали уже два месяца назад. Ну, да, давайте мы разберемся конкретно с вашим номерочком. Какой входящий, да, да. В администрации. Идите в администрации и разбирайтесь. Просто дело в том, что у нас по вашим домам очень сложная история. Вы знаете прекрасно, да, дома были в конкурсе. Да, и по решению суда все протоколы, которые были изначально 2017 года, признаны легитимными. Да. Это решение суда было буквально, наверное, неделю назад. То есть сначала мы выиграли суд, и протоколы были признаны неправомерными. Дальше было оспаривание, обжалование, и вот в последней инстанции решение, к сожалению, не в нашу пользу. Да, и признаны, да, признаны решения. Я вот сейчас не буду лукавить, я не помню конкретно, вот по вашему дому это или нет, но так как решение суда, оно в принципе, да, на все 9 домов можно интерпретировать, да. Поэтому здесь история такая сложная. Если мы принимаем решение, как по решению суда, да, вот первый протокол 2017 года, то у вас управляющая компания уже зарегистрирована. И в ВЖИ, собственно, все данные внесены. Поэтому, если вы хотите сменить управляющую компанию, у вас протокол вот новый, да, вот совершенно собранный, значит, это ваше право. Нет, тут не понятно. Реализуется. Ну, давайте мы сейчас не будем в этом году. Все в корпусе сзади 30 месяцев не могут перейти в жилищину. Никто не объясняет причину. И еще одно заявление от Александровой Валентины Федоровны. Она у нас проживает по адресу 1-я Вольская, 17-1, квартира 77. В данном доме идет гигантизация швов и очень просит помочь включить квартиру 77 в число квартир. Да, вот Ильин Васильевна знает, да, мы обязательно выполним работу в вашей квартире. И вашу квартиру мы обязательно захватим. Да, она банальна, банальна, не золочная, а банальна. Вы не переживайте, мы сделаем, Ильин Васильевна? Все, сделаем. Сделаем. А сроки мы можем указать? Ну, в принципе, у нас по большому счету мы вот планируем. До конца сентября? Даже быстрее закончим. Ну, давайте, срок ставим до конца сентября и дадим вам письменный ответ. Елена Викторовна Владиславовна, работа ведется сейчас по нашему дому. Я понимаю. Я понимаю квартиру, прихватили. Прихватили. Спасибо. Договорились. Спасибо. Коллеги, спасибо большое. Да, давайте. Мы сегодня собирались с Ларисой Вячеславной, с Вашей, обошли вокруг пятого дома, но вроде как не нашли больше места, понимаете, там будет человек новый, не знаете. Значит, у нас была одна помойка между пятым и седьмым домом. На два дома одна. В прошлом году ее снесли, очень тихо поставили сзади дома, сзади, где никто не ходит, там людям неудобно. Прямо напротив женщин. Теперь с другой стороны, точно так же с углом дом, опять сзади дома. Вторую ставят помойку. Ну, вроде как для пятого дома. Мы вот просим, потому что парковка там наша, наша машина стоит сзади, ну, как-то разграничить, он на нашем сведении. Я вопрос по территории нашей. Мы территорию сейчас посмотрим, пока на струбу упал. И прям с вами вместе сядем. Просто она струбается каждый день, понимаете. Я понимаю. Да, приступили. У нас это последняя контейнерная площадка, которая у нас в плане. Мы уже 48 построили. И нам осталась одна. И вот эта одна площадка, она прям как камень преткновения, понимаете. Я считаю. Поэтому мы готовы выйти на место еще раз и посмотреть по бумагам, по документам, как у нас кадастровый план на каждый дом, и у нас им есть. Правильно? У всех домов, где раньше стояли старые, а остальные новые. Только один наш дом несчастный. Несчастный. Наоборот, счастливый. Мы вам еще домик дополнительный строим. Вы понимаете, когда мухи будут крысы. А мусор куда вкладывать? Я у вас во дворе была, начиная с января месяца. И у вас мусор во дворе лежит без домика, просто горка. И эта горка, да, и эта горка у вас растет. И за дом ходить не надо. Прямо у входа вышли, вот тут кинули и пошли. Так или не так? Да. Так вот разве плохо, если он будет лежать в том месте, где он должен лежать? Нет, нет, нет. И туда будет подъезжать. Для каждого жителя дома у нас есть отдельный мусоропровод. А они должны туда сбрасывать. Но они не пользуются им. А почему? Потому что привыкли. Вот у нас был рядом. Привыкли. Да, мы жили в пятиэтажах. Их не было мусоропровод. И все привыкли таскать на это. Так вы понимаете, они не отвыкают. Вот что самое страшное, что они не отвыкают. Они как выносили на это самое место, так они и выносят. Выносят. Сейчас ставят мусоровую камеру. Там сейчас ставят машины. А, угол подъезда ставят. Да, это самое. Угол подъезда мусорокамера ставят. Подождите, ну вот в любом случае, коллеги, да, мы давайте начинать с себя. Вот чисто не там, где убирают, а там, где несут. А мы, к сожалению, все время требуем от ГБУ жилищников, требуем от других управляющих компаний. При этом сами ведем себя, ну не совсем корректно и не совсем должным образом. Я сейчас не говорю, конечно, про присутствующих здесь. Здесь собрались как раз активные жители с твердой жизненной позицией, которые, наоборот, лицо нашего района и очень достойное его лицо. Да, поэтому, ну я говорю о тех жителях, которые, ваших соседей, которые все-таки тоже есть, да, и которые позволяют себе вынести выход и поставить его прямо у входа в подъезд. Или напротив. Да, поэтому давайте мы вот этот конкретный вопрос с выходом на место еще раз обновляем. Договорились? Значит, в этом месте была клумба, у нас тюльпаны с каждым 9 мая, там красные это самые тюльпаны. Валерий Польщик спорит с вами, он говорит, не было клумбов. Не было клумбов. Не было клумбов. Не было клумбов. Там встали в Мерседес они. Он даже... Валерий Польщик, мы давайте не будем спорить. Клумба, Мерседес, мы давайте решим с выходом на место. Договорились? Все. Коллеги, спасибо большое за внимание. Всем до свидания.